1 по 13 стихе. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа, под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим на своем наречии, и все изумлялись и дивились, говоря между собою. Все эти говорящие, не все ли они галилеяне? Как же мы слышим, каждый собственное наречие, в котором родились, парфяне, медиане, поламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Помфилии, Египта и частей части Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне. Все мы слышим их нашими языками, говорящими о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту землю, которую Бог нам дал в наследие. Бог каждого из нас, Он призвал благовестникам, спасающим эту эпоху. Каждый из нас, на нашем месте действия, мы являемся Божьим посланником, мы являемся миссионером, которого Бог приготовил для этого места действия. Поэтому нам нужно это точно понимать и наслаждаться этим благословением. Особенно ученики, которые здесь собрались из Латинской Америки, для вас это уже последнее богослужение в этом году здесь, в нашей церкви. И мы действительно рады тому, что мы можем вместе проводить богослужение. Есть уже те, кто вчера, последний раз, был в богослужении, также в субботу и уехали. И есть сегодня некоторые, у кого уже билеты на самолет и на эту дату, и они также сегодня сразу же после богослужения будут ехать. Поэтому помните, когда вы едете на ваше место действия, вы Божьи посланники, вы стражи молитвы, и вы источники благословения для ваших, всех тех мест действий, которые Бог вам доверил. Поэтому не забывайте, не обманывайтесь, продолжайте молиться, сокрушайте силы тьмы, не давайте дьяволу обмануть вас. И всегда за все благодарите Бога. Прежде всего, благодарите, и потом вы сможете увидеть то, что Бог приготовил, потому что всегда, что бы ни случилось, есть ответ у Бога на эту проблему. Поэтому уже заранее благодарите, зная, что Бог приготовил. И очень большое служение сделали все наши верующие, и даже, особенно, кто работал в столовой церковной. Поэтому хочу, пользуясь моментом, поблагодарить вас всех, и давайте прославим нашего Господа, который помог нам все это сделать. Мы, смотря на местодействия, на Европу, на Америку, на развитые страны, мы видим, что три организации, иудеи, масоны, они, иллюминаты, также, они захватили культуру уже этих стран и контролируют таким образом даже мысли сердца людей. Смотря на развивающиеся еще страны, с точки зрения, конечно же, мы говорим о экономике, но и не только экономике, будем так говорить, развивающиеся до страны, то мы видим, что это место, также место битвы, место сражения за мысли, за сердца людей. И дьявол, он использует свою стратегию там. Есть своя стратегия в отношении этих стран, в отношении, как через культуру, через традиции какие-то, можно взять, захватить сердца и мысли людей. Мы очень много встречаемся с... Можно сказать, это всегда такое было, но все-таки, если смотреть действительно статистику, то в отношении количества населения на тысячу людей, например, или на один миллион людей, то количество людей, страдающих депрессией, растет, и очень много психических проблем, определенных в это время, в которые мы живем с вами, и что есть много различных конфликтов также, и что есть то сражение, та битва, которую нам с вами нужно сражаться. Посмотрите, в отношении культуры, в отношении искусства, те шедевры, которые создают они, называя шедевры, будем говорить, какие-то... Это могут быть фильмы, музыка, картины, все то, что создается сейчас, произведения искусства определенные, то мы видим, какое влияние оказывают, они оказывают на культуру, на людей всех, и в то же самое время мы видим... Это каким образом? Мы видим это по состоянию людей, в котором люди находятся, целые народы. Мы видим, как мы уже говорили, просто посмотрите, открыьте статистику, сколько процентов страдающих депрессией, сколько... И то это официальная статистика, это не все же люди идут и говорят об этом, не все люди обращаются к специалистам, поэтому, конечно же, невозможно точно это знать. Но в то же время мы видим, что и в этих же развитых странах своего рода не совсем прям гонения какие-то, но ограничения определенные для христиан, для людей, которые хотят исповедовать и проповедовать истину. Но что мы можем видеть так же, как в Первопостольской Церкви, во время Первопостольской Церкви, когда проповедование было запрещено законом, когда это было под угрозой смерти, под угрозой лишения свободы так же. Люди проповедовали, и действие Божье происходило. Почему? Потому что тогда происходило, как и сейчас так же, происходило действие невидимое и работа, которую невозможно остановить, работа Духа Святого. И те люди в Первопостольской Церкви, когда мы посмотрим, то мы сможем увидеть особенности этих людей. Они наслаждались Иисусом Христом. они понимали факт того, кто действительно есть Иисус Христос и наслаждались. И мы видим даже и в Ветхом Завете, когда мы смотрим Ветхий Завет, мы также видим людей, которые наслаждались тем, что Бог Духом Святым пребывал вместе с ними. И одним из таких людей был Иосиф, который, как и в доме Патифара, так и представ перед фараоном, эти люди, они видели, что Бог пребывает вместе с ними, вместе с Иосифом. Как сказал фараон тогда, в 41 главе 38 стихе, где мы можем еще найти такого человека, в котором бы настолько пребывал Дух Божий. То есть, смотря на Ветхий Завет, мы можем видеть, что Иосиф, он был человеком, который понимал, что такое наполнение Духом Святым. Он понимал, он имел действительно общение с Богом. И когда фараон смотрел на Иосифа, он понял, что Иосиф был человеком, который имеет тайну взаимоотношений с Богом. Действительно, в тайне наполнения Духом Святым он наслаждался Божьими ответами, преодолевая проблемы своего окружения, статуса, культуры. Какая бы проблема, какие бы обстоятельства, что бы ни случилось, Иосиф был человеком, который наслаждался силой Божьей, которая позволяла ему превзойти все это. И посмотрите также в отношении Давида. Давид, он, наполнявшись Духом Святым, он мог преодолевать и бороться с всем, что окружало его, с людьми и не своей силой, а силой, которую Бог дал. И когда мы посмотрим первое, 16 глава, 13 стих, то что там сказано? Давайте прочитаем вместе. мы видим, что взял Самойл рог с Елеем и помазал его среди братьев его и подчевал Дух Господень на Давиде с того дня и после. То есть Дух Господень был на Давиде. И поэтому Давид, наслаждаясь этим благословением, он смог преодолеть все это. и читая Абсалмы Давида, мы также можем это видеть. Мы видим разницу между Саулом и между Давидом. Мы видим разницу в ответ в том, как смотрели на проблему, как смотрели на взаимоотношения с людьми эти два человека. И мы видим даже в дальнейшем, когда у Давида произошла ситуация, такая конфликт с Абиссаломом, своим сыном, как он вот такие кризисные или такие ситуации, в которых проявляется действительно внутренняя вся твоя сущность. Мы видим, что исповедовал он. Да, он делал ошибки, да, он делал не всегда то, что действительно угодно Богу, как в ситуации с Урией. Но мы видим, что в таких действительно кризисных или таких ключевых ситуациях, он исповедовал всегда. Исповедание веры, и когда он сказал, что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, это не была тогда ситуация, когда он во всем в изобилии находился. Это была ситуация, когда действительно не хватало чего-то, когда в опасности он был, когда под угрозой смерти, когда его искали убить. Он исповедовал. Бог есть сила моя. И мы видим, что действительно он силой Духа Святого, духовной силой мог преодолевать все. И посмотрите также Захария, 4 глава, 6 стих. Что там сказано? Что действительно мы силой Божьей можем все преодолевать. даже действия Духа Святого, которые мы видим уже в Новом Завете, это все то, что было обещано, то, что было дано нам еще в Ветхом Завете. И как Иоиль, 2 глава, 28-29 стих, сказано, что изолью Духа Своего на служителей моих, на сынов и дочерей моих. И поэтому нам с вами нужно наслаждаться этим благословением, которое уже сейчас уже дано нам. и когда мы смотрим уже так же первоапостольскую церковь, когда Иисус, он перед тем, как вознестись, он сказал, что вы примите силу, силу, которая Дух Святой сойдет на вас, и вы примите силу, и будете мне свидетелями. И это так же не только то, что Иисус сказал именно в тот момент, это то, что Он обещал еще до этого, когда 14-й глава, 16-й, 26-й стих, когда Иисус говорил, что Я умолю от Сайдаст вам другого Утешителя, и этот Утешитель, Дух Святой пребудет с вами вовек. И уже в 1-й главе в 8-м стихе там уже сказано, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Поэтому зная то, что необходимо нам делать, зная то, с какими ситуациями мы будем сталкиваться на этой земле. Поймите, Бог нас оставляет на этой земле. Он не сказал, что вы будете жить, у вас никаких проблем не будет. Это невозможно. Это вся земля, это не Царство Божье. Царство Божье должно сойти. Мы живем всегда в духовном сражении. Поэтому в любом случае будут проблемы. Мы верим в Бога или не верим в Бога. Мы все равно эти проблемы приходят и будут приходить. Но если мы с Богом, когда Дух Святой с нами, когда мы имеем силу Духа Святого, проблема не будет проблемой для нас, потому что у Бога есть ответ на любую проблему. Бог дает силу и сила в Слове Божьем находится, потому что Слово Божье, оно живо и действенно и острее всякого меча бы и до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и даже судит наши помышления и намерения сердечные. Поэтому мы можем действительно через Слово Божье, Бог нам, через Своё Вечное Слово, Бог нам открывает то, что невозможно видеть физическими глазами или глазами души. И посмотрите также Еремия 31 глава 33 стих. Что говорит Господь? Он говорит, что вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом и они будут Моим народом. Поэтому Бог всегда совершает то Слово и поэтому мы должны стать людьми, которые каждый день наслаждаются силой Евангелия. Потому что это то, что написано в наших сердцах. Это не знание просто. Это то, что в наших сердцах. И что означает получить водительство Духа Святого? Это означает поступать и жить по Слову, которое Бог нам дал. Это есть самый правильный и самый лучший и самый быстрый способ получения водительства Духа Святого, когда мы поступаем по Слову Божьему, когда мы ищем Слово Божье и желаем жить по Слову Божьему. Тогда и Дух Святой будет напоминать нам и давать нам силу. И вот это и будет тем ответом, который Иисус сказал, что вы примете силу, когда сойдет на воздух Святой. Если Слово будет Божье жить в нас. Ведь смотрите, когда даже мы за какие-то слова людей просто держимся, они тоже нас могут вдохновлять эти слова, поддерживать этим словом. Мы можем силу находить даже в словах людей. Тем более Слово Божье, которое по-настоящему живое, которое по-настоящему имеет силу, потому что словом этим был сотворен мир. Конечно же, если мы будем впускать Слово Божье в свое сердце, если мы будем хранить Слово Божье в своем сердце, если мы будем размышлять над этим Словом, если мы будем желать жить по Слову Божьему, тогда это Слово будет оживотворять нас, это Слово изменять, менять наши внутренности. Поэтому благословляю всех вас и всех нас, чтобы мы могли жить по Слову Божьему. когда мы посмотрим можно сказать историю наполнения Духом Святым и какая работа, что происходило в Первоапостольской Церкви, когда они преисполнились Духом Святым. Это был день Пятидесятницы. Потому что это все то, что было, потому что Ветхий Завет весь, это как день Нового Завета, это как знаки и как пророчества мы говорим о Новом Завете. И вот то, что совершилось на День Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них, это совершение совершение того, что происходило с израильским народом. Это как был прообраз, когда они вышли из Египта, помазав косяки дверей кровью Агнца и освободились от власти ада и смерти. И мы смотрим Пятидесятница проходила на Пятидесятый день после Пасхи, когда они собрали уже первый урожай зерна после входа в землю хананскую. И вот этот день есть началом также новой духовной жатвы через исполнение Святым Духом. И вот этот праздник сбора урожая, когда он отмечался, когда собирали зерно, складировали его на склады и потом строили шатры. Это уже как бы вот это все это есть как как бы смысл духовный как вхождение наслаждение уже как бы Царством Божиим на тот момент. поэтому на Ветхий Завет нам также нужно смотреть с духовной точки зрения. Поэтому я также благословляю, чтобы в вашей жизни произошел вот этот день как день Пятидесятницы, когда наполнение Духом Святым. Чтобы каждый день у вас происходил как день Пятидесятницы, когда началом новой духовной жатвы, чтобы этот день стал таким днем, чтобы этот день стал, когда Бог будет прилагать к вам учеников, будет прилагать тех людей, которые приготовлены Богом и которые ждут то Слово Божье, ждут, когда это Слово будет провозглашено. Поэтому вот этот день Пятидесятницы это как модель, как образ словно тень Нового Завета, которая дана была в Ветхом Завете. И поэтому поэтому вот как сбор урожая происходил. То есть смотрите, в духовном смысле мы смотрим, на физическом уровне Бог им показал, что есть жатва, есть собирать зерно в хранилище. То есть это точно так же, как для учеников тогда. Они наполнились Духом Святым и проповедовали Слово, и это как духовная жатва. То есть уже Бог приготовил людей, которые войдут в Царство Божье. Вот вот этот смысл. Поэтому Иисус говорил, жатвы много, делателей мало. Не хватает тех людей, которые бы пошли на местодействие, на поля, где уже много жатвы, где много колосится много колосков уже пшеницы и всего их нужно только собрать. Смотрите, также действие Святого Духа подобно сказано огню-ветру. И ветер это то, что невозможно остановить человеческими усилиями. Как бы люди ни старались. Посмотрите, даже вот вчера также по новостям мы смотрели в Соединенных Штатах Америки был также торнадо, что чаще часто случается. И могут люди остановить торнадо? Могут люди остановить ветер? Могут преградить, но остановить сам ветер невозможно человеку, потому что это то, что не под силу остановить. Поэтому вот сила Духа Святого поэтому и сказано подобно огню и ветру. Потому что это настолько мощное и неудержимое действие. Это то, что невозможно остановить. Поэтому человеку невозможно остановить силу и работу Духа Святого. И действительно, когда Дух Святого действует, то наполняется, наполняется, все, все наполняется. И тот сказано, что когда мы смотрели так же, весь дом был наполнен, весь дом был наполнен. и также мы видим, что все 120 верующих, которые были там находились, были наполнены Духом Святом. И что мы там также видим, когда мы считали, что на явились как бы разделяющие языки, как огненные, почили по одному на каждом из них. Поэтому, что это также означает? Бог, Он не смотрит на нас в плане как-то не судит, не разделяет, что кто-то лучше, кто-то хуже. На всех сошел Дух Святой. Все были наполнены Духом Святым. Как мы можем с вами наполняться Духом Святым? Некоторые люди, они слушают прославления, и через это происходит наполнение Духом Святым. Некоторые люди, они размышляют над Словом Божьим, и также через это происходит, через размышление, слушание Слова размышления происходит наполнение Духом Святым. И чаще всего, когда мы смотрим в Библии, когда верующие, держась за Слово Божье, молились, молились о чем? Молились, чтобы Бог дал им с дерзновением проповедовать Слово Божье. Молились, чтобы они могли познать больше и лучше благую весть и передать это другим людям. Тогда происходило наполнение Духом Святым. И тогда, как вот в случае с горницей Марка, они даже, было им дано, то есть то, что превосходит их уровень, они даже смогли говорить на языках тех людей, тех народностей, чтобы передать благую весть. Поэтому здесь акцент не на том должен ставить, что если вы говорите на языках, значит, вы тогда наполнены Духом Святым. Если вы не говорите на языках каких-то, значит, вы не наполнены Духом Святым. Если надо, вы можете на английском, на корейском заговорить, если кто-то думает, что это свидетельство. Но мы видим, к сожалению, что верующие впадают в мистицизм. Они говорят, что «А, только если ты на каких-то иных языках, на каком-то непонятном каком-то языке что-то начнешь говорить, тогда это значит, Дух Святой сошел на тебя». Нет. Это не об этом говорится. Ведь тут сказано в Деяниях 2 главе, что они говорили на языках не просто каких-то неизвестных языках, а на языках, которые нужно было проповедовать Слово Божье. И дальше мы будем смотреть в соответствии с Деяния 1 глава 8 стих, что вы будете мне свидетелями. Вы примете силы и будете свидетелями. Наполнение Духом Святым происходит не просто так, чтобы на языках все поговорили на каких-то, а для того, чтобы в этот момент передавать Слово Божье, проповедовать Слово о Иисусе Христе. Посмотрите 4 главу, посмотрите дальше книга Деяний. Там сказано, что они об этом молились, чтобы преисполниться Словом Божьим, чтобы с дерзновением проповедовать Слово Божье. И преисполнившись Духом Святым, стали возвещать, как и Петр и Иоанн, когда они перед Синдероном стояли. То есть наполнение Духом Святым приходит в тот момент, когда нужно провозглашать Слово Божье. И если даже не хватает каких-то знаний или умений или чего бы это не хватило, для этого Бог наполняет Духом Святым, для того, чтобы Слово Божье провозглашалось всем тем людям, которые там находятся. Дальше мы также смотрим, мы видим, что вот это действие Духа Святого, которое превосходит собственные способности и знания, как в 5-м и 8-м стихах, люди все они изумлялись, потому что они не ожидали увидеть или услышать галилеян, которые не ученые люди. И они мало того, что духовные такие знания провозглашают, а еще и на других языках. Но это действительно то, что не под силу и невозможно людям. Поэтому наполнение Духом Святым это та тайна, которая может помочь нам преодолеть нашу неспособность, нашу беспомощность. Поэтому посмотрите, то есть эти жители, по сути, как на тот момент они говорили, как деревенщина какая-то, они образованные женщины, слабые люди. Все это было ранняя церковь, и они под давлением иудейской религиозной власти. Также римских законов, политики, и даже армии. И даже Павел, как мы видим, когда он проповедовал слово иудеям, и еленам, то есть грекам, греческая философия, которую сейчас даже люди читают и находят какие-то знания, какие-то мудрости в этом. Но все это, даже эту мудрость и даже греческую философию, это сила Духа Святого и мудрость, которую Бог давал, превосходила все это, превосходила всю эту мудрость, все законы, всю власть. И мы видим, это очевидно, потому что и в Римской империи в итоге приняло христианство как уже религию на тот момент основную. Но это как результат того, что в течение трехста лет практически это слово передавалось, проповедовалось и что уже не было другого возможности или другого выбора, как только принять это христианство для Рима тогда. поэтому также действие Духа Святого это то, что помогает превзойти различия в языке, различия в культуре. Потому что мы видим в тексте там сказано, что было 15 разных регионов, 15 наречий, 15 языков. И дальше мы видим, что настолько действие Духа Святого проходило, что по проповеди Петра, который просто рыбак, 3000 человек приложились на тот момент. Многие люди говорят, что трудно преодолеть какие-то культурные различия, языковые различия. И мы, прежде чем даже проповедовать уже Евангелие, уже ограничиваем себя, ограничиваем силу Божьей. Но это естественно, что для нас на нашем человеческом уровне, конечно же, разница в языке, разница в культуре сложно. И тем, кто как миссионеры едут в другие страны, и тем, которые как иностранцы приезжают в какую-то страну, много чего есть. но если действительно мы наслаждаемся общением с Богом, если мы наслаждаемся действием Духа Святого в нашей жизни, то ни язык, ни культура не станет действительно, не будет проблемой для нас. Потому что Бог, Он приложит тех людей, с которыми мы вместе сможем быть как команда, Бог приложит тех людей, которые нуждаются в любви Божьей, в силе Божьей. Поэтому действию Духа Святого мы не можем его ограничить, мы не можем как-то контролировать. в отношении даже миссионерства, как это происходит, посмотрите, в отношении даже, например, Японии, у нас есть верующие, которые дети, которые подростки уже, теперь уже они выросли, которые из Японии, и они получили обучение, и они вернулись в Японию, и они проповедуют Слово Божье там, понимая, превосходя даже уже ту культуру Японии, и давая ответ людям, которые там находятся, ответ, который превосходит культуру, превосходит силу, которая есть в каких-то обычаях даже. Поэтому нам нужно с вами действительно искренне верить в силу и в действие Духа Святого. Проповедование это не то, что мы делаем. Проповедование это, когда мы видим, как Бог Духом Святым, как Святой Дух, Бог Святой Дух действует через нас. Вот это есть проповедование. Поэтому нам что нужно? Нам нужно держаться за завет, молиться и видеть работу Святого Духа. Нам нужно с вами наслаждаться силой Духа Святого. Да, сила Духа Святого, то действие Духа Святого, которое не может никем быть ограничено, которое не может никем быть остановлено. Духа Святого. Поэтому вот это и есть истинное настоящее проповедование, когда мы можем превзойти культуру, превзойти обычаи, превзойти какие-то привычки, нашу сущность, не просто стараясь как-то, а действительно наслаждаясь плодами Духа Святого, наслаждаясь силой Духа Святого в своей жизни. Поэтому самое главное, что нам нужно с вами восстановить, это наполнение Духом Святым. Иначе мы не сможем действительно повлиять на культуру этого мира. Потому что эпоха Исполинов это не то, что было когда-то в Дни Ноя. Эпоха Исполинов это то, что продолжается и сейчас, потому что это не физически просто большие люди какие-то были. Это говорится о духовном мире, о тех духах, которые были, которые влияли на этих людей в тот момент. Эти же духи, духи Исполинов, они действуют и сейчас. И через они, через людей, которые поддаются влиянию этих духов, они влияют на этот мир, они создают культуру, они задают течение этому миру, они ведут через это людей к погибели, уводят от Бога, разрушают изнутри людей. Мы видим, что идет духовная, действительно духовная катастрофа. и люди не замечают этого, потому что они внутри этого находятся. Поэтому, что наша задача есть? Можем ли мы физически, своими силами или нашим интеллектом противостоять этим духом злобы поднебесной? Конечно же, мы не можем, поэтому нам нужна сила Духа Святого. Если мы будем стараться своими силами жить, своими силами, мудростью своей или знаниями своими, даже в отношении своей семьи, своих детей, взаимоотношений с ними, если мы не будем наполняться Духом Святым, если мы не будем вести духовную войну, если мы не будем сокрушать те силы тьмы, которые действуют и планируют что-то в отношении наших семей, то у нас не будет действительно не будет силы, не будет успеха, не будет того, чего мы, может быть, даже ожидаем. И это не потому, что Бог нас не любит или потому, что что-то... Нет, это потому, что действительно идет духовная война. А если я расслаблюсь и просто себе хожу и думаю, что все будет хорошо, не будет так. Потому что мы живем с вами на земле, не просто... Это не новое небо, не новая земля сейчас. Мы живем на земле, где происходит духовная война, духовное сражение каждый день. и дьявол это тот, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому превзойдите себя, превзойдите взаимоконфликты какие-то, которые возникают из-за вашей сущности или же из-за людей, которые... Как вам... Естественно, мы можем обижаться на людей, естественно, может что-то происходить не так, но если мы будем смотреть на это только физическими глазами, если мы духовными глазами будем смотреть, мы будем понимать, почему, откуда у них... Это внутреннее их, это содержание. Откуда они могут раздражаться, или нас не любить, или там еще что-то, что угодно может происходить. Потому что это то содержание, которое вкладывается в них дьяволом, не непосредственно, а через разные духи, через уже идеологии, через... Это все нам нужно с вами понимать, как это все происходит, и не обманываться этим. Когда мы смотрим опять-таки Ветхий Завет, мы видим люди, которые понимали духовную реальность этого мира, которые понимали план Божий и желания Божьи, как Иеговеда, мать Моисея, как и Анна, в итоге, которая осознала в отношении Самуила. Они, как и Иеговеда, она делала выбор верой, и этот выбор ее стал выбором вечном, вечности. Как и в дальнейшем, мы видим людей, которые выбирали вечное, не выбирали физическое. Раав также. Посмотрите, то есть в Библии очень много есть примеров, когда мы видим, когда люди делали выбор веры, делали выбор не физический, не на какой-то краткосрочной выгоды или ответов каких-то, а выбор, который приносит вечный ответ. И мы видим в отношении Раав, что она вошла даже в родословие Иисуса Христа. Посмотрите на верующих даже опять-таки, мы возвращаемся к верующим ранней церкви. если бы они выбирали, делали выбор, основываясь на физическом только, на своих суждениях, на том, что выгодно им, тогда никакого бы проповедования не происходило, потому что, посмотрите, верующие ранней церкви, для чего они проповедовали, для чего они церковь, церкви собирались, какая-то выгода им была от этого, они деньги от этого получали или более известными становились. наоборот, они теряли деньги, если так посмотреть с точки зрения физической, то есть они оставались без денег, оставались даже без домов своих, в тюрьмы попадали, их убивали. Какая выгода им была от этого? Что-то они на физическом уровне приобретали? Нет, они наоборот теряли, но они обретали вечное. они жертвовали физическим ради приобретения вечного, ради спасения людей, ради того, чтобы сокрушались силы тьмы для того, чтобы происходило действие Духа Святого. Они искали того, чтобы становиться свидетелями действия Духа Божьего. Поэтому я благословляю, чтобы вы также получили благодать, чтобы вы также обрели силу от Бога, чтобы делать выбор верой, чтобы искать духовного, не бояться, даже если пойти долиной смертной тени, чтобы вы знали, что Бог вместе с вами, и Он вас сохранит, и Он через вас желает производить действие спасения на этих всех местах действия. Давайте помолимся с вами, чтобы действие Духа Святого, которое не может быть преграждено, которое никто не может остановить, чтобы это действие